привет сегодня мы поговорим о компании audi ты узнаешь почему логотипе четыре кольца и что общего у audi и гитлера поехали окунемся на несколько веков назад история audi начинается с августа хорьха который начал свою карьеру с работы на заводе карла бенса папа бенц так называл август своего работодателя который научил хорьха действительно многому августу захотелось построить свой автомобиль для этого конечно же нужны были деньги которых у хорьха не было и тут помогла удача о первоклассном инженере хорьха узнал один богатый предприниматель который и помог августу так появился новый завод по производству автомобилей тогда компания называлась совсем по-другому хорьх да да эта фамилия того самого августа заводом в современном понимании это назвать конечно сложно это был просто большой ангар в котором работали 11 человек и вручную собирали части автомобиля к 1900 году август уже выпустил свой первый автомобиль который стал новшеством и превосходил автомобили бенса двухцилиндровый мотор работал тихо и без проблем это был успех компания стала разрабатывать и выпускать новые модели автомобилей которые превосходили все существующие автомобили на рынке дела шли неплохо и компания переехала из ангаров помещения побольше которая уже действительно выглядела как большое и серьезное предприятие по производству современных автомобилей а в штате компании к тому времени уже работало более 100 человек в те времена были популярны гонки поэтому любой уважающий себя авто производитель хотел представить свою марку на гонках и выиграть их август был не исключением автомобили хорьха стали активно участвовать в гонках и после очередного проигрыша у августа случился конфликт с акционерами они считали что идеи хорьха и его видение развития компании им не подходит в результате хорьх покинул компанию а может его выгнали везде говорят по-разному правду к сожалению мы не узнаем август понимал что он может создать что-то свое так и случилось заняв большую сумму денег у знакомых и с поддержкой местного предпринимателя который верил в идею хорьха август открывает свое производство оставив при этом это же название хорь чутки это его фамилия но бывшие коллеги естественно были против и подали иск в суд из-за одинакового названия август суд проиграл и был вынужден сменить название он долго не мог придумать как же назвать компанию а помог ему в этом сын знакомого предпринимателя мальчик предложил перевести фамилию хорьх на латинский которая звучит как ауди с этого момента происходит новый виток в истории компании кстати легендарного логотипа тогда еще не существовало на решетке радиатора красовался логотип audi с цифрой 1 довоенное время компания хорьха выпускает автомобили audi abc а затем в 1916 году август отходит от производства причины кстати не известны на фоне таких перемен компания начинает терять прибыль исправить ситуацию вызвался йорген раз мысом выкупив у хорьха компанию в 1932 году компания audi слилась с тремя другими производителями и образовала автомобильный союз авто юнион здесь и появился знакомый всем нам логотип в этой компании производили мотоциклы автомобили среднего и премиум класса началась вторая мировая война компания audi занималась поставками грузовиков тягачей бронеавтомобилей а также различных инструментов и даже вооружения для верхмата однако после войны большая часть заводов компании были разрушены и оборудование было разграблено остался только один небольшой завод в баварии который выпускал мотоциклы автомобили и запчасти к ним финансовое состояние компании было плачевное поэтому компанию авто юнион в 1964 году выкупает известная всем нам компания volkswagen бывший инженер компании audi который теперь работал volkswagen тайно разрабатывал новый автомобиль когда об этом узнала руководство она решила выпустить этот автомобиль под новой для себя маркой audi так и появилась легендарная модель audi 100 с передним приводом эта марка была популярна не только в германии но и во многих других странах в том числе в ссср спустя некоторое время выходит автомобиль audi 80 который был разработан на той же платформе что и volkswagen passat а после этого компания выпустила премиум версию этого автомобиля audi 90 в 1985 году компания переименовывается audi эйджи и продолжают выпускать автомобили используя самое современное разработки и инновации того времени дела у компании идут отлично и уже в 1993 году была образована компания ауди групп которую вошли несколько компаний в том числе испанская компания seat в настоящее время в концерне audi групп работает более 80 тысяч человек этот бренд известен всем нам и имеет очень много поклонников по всему миру ну а сам август хорь ушел из жизни в 1951 году в городе цвикау в германии в здании бывшего завода сейчас работает музей его имени которым можно проследить всю историю автомобилестроения и изучить биографию человека изобретение которого изменили мир будете там обязательно зайдите к нему в гости на сегодня все если вам понравилось видео ставьте лайк если понравилось дизлайк пишите в комментариях было ли у вас когда-нибудь машина audi до новых встреч